Сегодняшняя тема. Россия оказалась одной из самых консервативных среди развитых стран, такие данные показал социологический опрос, завершенный в декабре исследовательским холдингом «Рамир» и Международным сообществом исследовательских компаний «Глабална». 71% опрошенных россиян считает, что традиционные гендерные роли для мальчиков и девочек лучше всего подходят для общества, это самый высокий показатель после Китая. Эксперты двух компаний изучили мнение жителей нескольких ведущих и при этом наиболее населенных стран мира – Бразилии, Великобритании, Германии, Индии, Италии, России, США, Таиланда, Южной Кореи. В общей сложности было опрошено 7100 человек, из них 800 в России. Сначала участников исследования попросили прокомментировать утверждения традиционной гендерной роли для мальчиков и девочек лучше всего подходят для общества, меньше всего с этим утверждением согласны в Германии – 24% и Корее – 16%. Любопытно, что российские женщины чаще мужчин соглашались с этим утверждением – 73% и 68%, а люди в браке – чаще, чем холостые – 77% и 61%. Среди бездетных россиян утверждения поддержали 67%, с детьми – 79%, 76% с высшим образованием и 63% без высшего образования. Мы наблюдаем тот редкий случай, когда россияне выбиваются из образа среднестатистического землянина и показывают свою неготовность к компромиссам или принципиальную ортодоксальную позицию, высказался в беседе с твердой знак президент Рамира, доктор социологических наук Андрей Мелехин. Показательно, что наши соседи в тройке лидеров – это Китай и Индия, также являющиеся очагами цивилизации, основанной на традициях, базовых ценностях и консервативных взглядах. Интересны результаты и по другим вопросам. Так, с мнением, что женщинам нельзя работать согласны, Россия оказалась также и одной из самых ранимых стран в вопросе отношения к трансгендерным людям. Всего 13% опрошенных россиян считают, что однополые пары должны иметь право вступить в брак. Это самый низкий показатель. Еще раз Россия оказалась на нижней строчке при ответе на вопрос, допустимо ли мужчинам носить юбки. Всего 12% опрошенных согласились с такой возможностью. Больше всех такой вариант одежды одобряют жители Индии, 55%, и Великобритании, 51%. Спокойно к этому относятся 45% бразильцев, 45% немцев, 41% опрошенных американцев, по 29% корейцев и тайцев, 28% китайцев. 80% индийцев согласны, что женщины должны больше присутствовать на должностях директоров компаний и организаций. Это мнение поддерживают 79% бразильцев, по 63% американцев и англичан, 57% немцев и всего 33% россиян. А вот в вопросе равноценной зарплаты для мужчин и женщин Россия оказалась на третьем месте, 82%, немного уступив Бразилии, 95%, и США – 84%. В этом вопросе из общей массы выбилась Италия, там за равноправие в доходах выступили только 33% населения. По большинству актуальных показателей, мы, среднестатистические земляне, поделился с твердый знак, своими выводами Андрей Мелехин, но по каким-то мировоззренческим и ценностным позициям мы значительно более консервативны, чем представители того же англосаксонского мира. При этом Мелехин считает, что тенденции к изменениям у россиян есть «мы страна более молодая относительно многих технологически развитых стран». Но поколение Z, наши дети, рожденные после 2000 года в благополучных семьях в мегаполисах России, по всем параметрам догнали, сопоставимые в чем-то перегоняют своих сверстников в таких же мегаполисах – Нью-Йорке, Париже, Лондоне. Адвокат Мари Довтян считает, правозащитница добавила, на международной арене Россия пытается выглядеть как последнее государство в Совете Европы, придерживающиеся консервативных мировоззренческих ценностей. Именно поэтому у нас нет прогрессивных законов, включая, к примеру, закон против домашнего насилия. Он в консервативные ценности не укладывается, потому что консерватизм предполагает иерархию и власть, а возможность насилия – это то, что держит и легитимирует такую власть. Читай еще, почему девочкам полагается сценарий, а мальчикам – свобода, кто сказал, что женщина должна уметь готовить. Цитаты Мерил Стрип и других известных феминисток, почему я никогда не выйду замуж за русского.